Всем привет! На днях многоуважаемый Андрей Тирха на своем канале, а он действительно многоуважаемый, потому что давно перевалил за 100 тысяч подписчиков, с чем я его и поздравляю. Он выложил видео, где продемонстрировал взаимодействие стрелки компаса обыкновенного с электрическим зарядом батарейки. Как мы знаем, батарейка является носителем электрического тока, источником электрической энергии и на своих полюсах наверняка содержит некоторый электрический заряд. Так вот, Андрей продемонстрировал взаимодействие магнитного поля стрелки компаса и электрического заряда на обкладках батарейки. Не надо ругаться, не надо строгой критики прямо сейчас. Даже те, кто не любит его канал, могут найти в его роликах некоторое положительное зерно, как нахожу это я. Да, поначалу мне показался этот опыт банальностью, ведь любая батарейка содержит в себе сталь, металл, который примагничивается к магнитной стрелке. И заряды тут, конечно, ни при чем. Так давайте прямо сейчас быстренько вместе разберем, фейк, не фейк, фокус или не фокус, или может быть интересное наблюдение, провел Андрей. Итак, у меня на столе есть обычный компас с магнитной стрелкой, который показывает на север, и батарейки. Возьмем первую попавшуюся батарейку, хотя она, конечно, не первая попавшаяся, они у меня отсортированы, и поднесем к компасу. Стрелка, как и положено, повернулась в сторону этого объекта, потому что этот объект содержит металл. Все логично. Поднеси чайную ложку, ножик или еще что-нибудь, даже иголку, и магнитная стрелка будет отклоняться в их сторону. Но что будет? Вот смотрите. Стрелка примагнитилась к батарейке, и это все логично. А если мы батарейку перевернем? Стрелка оттолкнулась. Значит, от минуса вот эта сторона, которая показывает обычно на север, отталкивается. Правильно. Минусовая сторона отталкивается от минусового заряда. Ну, немножко стебусь, немножко шучу. Давайте еще раз. К плюсу притягивается, от минуса отталкивается. Возьмем другую батарейку. От плюса отталкивается, а к минусу притягивается. Разумеется, я мог намагнитить батарейки, вот вы пока наблюдайте, а я буду говорить, и проводить этот эксперимент. Но, да, я мог так сделать. Но мне это не так уж и интересно было. Зачем опровергать Андрея и делать свой собственный фейк? Нет, не фейк. Это реальность. Так как батареек дома у меня много, я провел эксперименты практически со всеми из них. И что я заметил? Вот эти батарейки, как вы видите, ведут себя, как самые настоящие магниты, которые имеют и плюс, и минус. Точнее, северный и южный полюса. А вот эти батарейки взаимодействуют со стрелкой компаса крайне-крайне слабо. Да, можно заметить глазом некоторое отклонение стрелочки, потому что даже вот эти вот самые дешевые, поганые китайские батарейки содержат в себе стальную пластиночку. Вот здесь и вот здесь. Возьмем большую. То же самое. То есть, вот я большой на таком же расстоянии махаю, и никакого взаимодействия зарядов с магнитным полем нет. А вот этой, да. У меня есть даже подобные батарейки. Смотрите. Вот эта обычная батарейка, GP, по-моему, ничем не примечательная. И вот эта. Чем она примечательна? А она ультра-супер. Значит, берем мы обычную батареечку GP. Она ведет себя, как шикарный магнит. А вот эта ультра, ну, еле-еле ее колышет. Хотя по емкости эти батарейки, конечно, отличаются. Я не собираюсь здесь скоропалительные выводы строить, или какие-то теории о БТГ и прочих энергиях кефира. Конечно, нет никакого взаимодействия зарядов с магнитным полем. Здесь наблюдается обыкновенное намагничивание корпуса батарейки. И, судя по всему, если судить по вот этим двум батареечкам, корпуса изготавливаются по-разному. Это лишь мое предположение, что в процессе изготовления батареек на заводе, возможно, их, как спички, когда вот макают серными головками, удерживают какими-либо не механическими, а магнитными зажимами. И в результате батарейка приобретает магнитные свойства. А эти батареечки летят, как из станка пулеметные патроны. Просто их выпуливают, никакие на них не влияют магнитные факторы, и в процессе изготовления они не получают своего намагничивания. Чем может быть полезно это видео, которое снял я? Да, может быть и ничем. Но кое-какие интересные опыты можно будет проводить дома с детьми, или просто для себя, для своего собственного удовольствия, зная о том, что некоторые батарейки ведут себя как магнит. Они могут даже заменить компас в походных условиях. И об этом стоит знать. Ведь Баженову иногда надо определять, где север, а где юг. На этом все. Пока. Живите с улыбкой.